приветствую вас на моем канале сегодня вяжем спицами вот такие носочки пинетки на возраст примерно 6-9 месяцев размер моего манекена 11 сантиметров вязать я буду на чулочных спицах два с половиной миллиметра пряжу у меня alize baby best вся дополнительная информация в описании под видео начнем мы вязать с мыска я буду набирать петли турецким способом вы можете набирать удобным вам способом разницы большой нет делаю первую петельку и сильно ее не затягиваю потому что потом ее нужно будет распустить спица с узелком сверху снизу подставляем вторую спицу мысок у меня начинается 6 петель поэтому я делаю 6 оборотов вокруг двух спиц 1 2 3 4 5 6 переворачиваю спицы вниз теперь нижняя спица находится сверху кончик ниточки придерживаю освобождаю нижнюю спицу и провязываю 6 петель лицевыми за переднюю стенку 1 2 3 4 5 6 снова переворачиваю спицы теперь нижняя спица снова наверху одеваю все петли на спицу а нижнюю вытягиваю со второй спицы снимаю узелок и распускаю и провязываю снова 6 лицевых петель за переднюю стенку 1 2 3 4 5 6 снова переворачиваю спицы возвращаю все петли на спицу на верхнюю нижнюю вытягиваю это был первый установочный ряд мы провязали по 6 петель на каждой спице дальше мы будем вязать с прибавлениями я прибавления делаю так провязываю первую петельку и теперь добавляю петлю из петли на ряд ниже провязываю ее лицевой петлю добавила дальше все петли лицевыми до последней петли на первой спицы снова добавляю петельку провязываю из петли на ряд ниже провязываю лицевой за переднюю стенку и лицевую петлю переворачиваю спицы на верхнюю возвращаю все петли нижнюю вытягиваю на этой спице тоже будем делать прибавления первую петлю провязываю прибавление из петли на ряд ниже провязываю лицевой и вяжу все петли лицевыми до последней петельки на этой спице прибавление из петли на ряд ниже и последнюю петлю провязываю лицевой мы провязали первый нечетный ряд в нечетных рядах мы будем провязывать прибавления по два прибавления на каждой спице четные ряды мы провязываем без изменений все петли лицевыми довязали четный ряд следующий нечетные значит делаем прибавление первую петельку провязываем лицевой добавляем петлю дополнительную из петли на ряд ниже вяжем до последней петельки на этой спице прибавление из петли на ряд ниже и последняя петелька лицевой на второй спице делаем то же самое первую петельку провязываем лицевой прибавление из петли на ряд ниже далее все петли лицевые до последней петли на этой спице прибавление из петли на ряд ниже 1 лицевая нечетный лицевой ряд довязан провязали нечетный ряд следующий ряд четный вяжем без изменений все петли лицевые и так продолжаем вязать делая прибавления в нечетных рядах четные ряды провязываем без изменений и вяжем до тех пор пока не достигнем той ширины чтобы она комфортно облегала ножку и так я довязала я перешла на чулочные спицы мне вязать так удобнее и быстрее сейчас у меня на спицах 32 петли на каждой спице по 8 петель я провязала ряд с прибавлениями и следующий четный ряд без изменений вот так выглядит мысок давайте я измерю 13 сантиметров где-то 13 с половиной у меня получился мысок я помечу маркером начало ряда дальше мы будем вязать прямо без изменений без прибавлений вот тоже количество петель которую у вас на котором вы остановились я буду вязать по 32 петли в каждом ряду и вязать я буду до вот этого места у меня это 18 рядов провязала свои 18 рядов у меня 8 сантиметров от начала мыска без натяжения дальше мы переходим на вязание пяточки теперь будем вязать пяточку вот у меня начало ряда я этот маркер переснимаю вот тут было начало переснимаю мы сместим начало ряда я отмечаю последнюю петельку первой спицы и первую петельку второй спицы теперь начало ряда у нас будет по центру носочка провязываю первую спицу лицевыми не довязывая две петли до первой помеченной петли до нынешнего начала ряда дальше мы будем вязать поворотными рядами и чтобы не было больших отверстий и переход был менее заметен мы будем провязывать поворотную петлю так вот эти две петли что мы не довязали провязываю лицевой петлей следующую петельку на ряд ниже и одеваю получившуюся петлю на левую спицу разворачиваемся теперь будем вязать изнаночными петлями не довязывая две петли с этой стороны не довязали две петли давайте с лицевой покажу последняя петелька у нас помечена маркером не довязали две петли с изнаночной стороны поворотную петельку делать будем точно так же как и с лицевой только провязывать будем изнаночной петлей точно также провязываем на ряд ниже изнаночной петлей получившуюся петлю одеваем на левую спицу разворачиваемся на лицевой ряд вяжем лицевыми петлями снова не довязывая две петли до поворотной петли вот была поворотная до нее не довязываем две петли вот она двойная петелька поворотная до нее не довязали две петли и снова разворачиваемся провязываем лицевой на ряд ниже возвращаем на левую спицу получили двойную поворотную петельку разворачиваемся на изнаночный ряд и повторяем вяжем все петли изнаночными не довязывая две петли до двойной поворотной петли вот она двойная поворотная петля не довязали две петли провязываем следующую петлю на ряд ниже изнаночной одеваем на левую спицу разворачиваемся и так продолжаем вязать не довязывая в каждом ряду по две петли до тех пор пока у нас не останется нетронутыми 6 петель по центру пяточки последний изнаночный ряд не довязала две петли делаю поворотную петельку разворачиваюсь на лицевую сторону и вот у меня получилось 6 петель между двойными петельками 3 3 теперь мы будем провязывать полностью круговой лицевой ряд до вот этой поворотной петли вяжу все петли лицевыми дошли до поворотной петли и и провязываем точно также лицевой подхватываем две петли провязываем лицевой за переднюю стенку подхватываю сразу две петельки и провязываю лицевой провязали последнюю двойную петлю следующий ряд нам нужно провязать просто лицевыми петлями так как будто вот это последняя двойная это начало ряда то есть сейчас вяжем лицевыми петлями по кругу я пометил эту двойную маркером вяжу до маркера все петли лицевыми так и довязала до маркера сейчас я маркер уберу больше он нам не пригодится мы связали первую часть пяточки вторую часть пяточки я уже буду вязать ниточкой нового цвета поэтому белую отрезаю и так вот тут был маркер следующую следующие петли я уже вяжу ниточкой нового цвета 1 2 3 4 5 6 а следующая петля будет поворотные провязываю на ряд ниже и получившуюся петлю одеваю на левую спицу разворачиваюсь изнаночный ряд вяжу 6 изнаночных петель и 6 а следующую петлю делаю поворотные провязываю на ряд ниже изнаночной и одеваю на левую спицу поворачиваемся на лицевой ряд вяжем 6 петель плюс 2 3 4 5 6 провязываем поворотную петлю подхватываю 2 петельки провязываю лицевой плюс еще одна а следующую петлю делаю поворотный поворачиваюсь на изнаночный ряд вяжу уже 8 изнаночных петель плюс 2 8 поворотную петлю с изнаночной стороны провязываем как обычно изнаночной петлей только подхватываем две петельки сразу 1 и 2 петля а следующую делаю поворотный лицевой ряд провязываю уже 10 петелек плюс 2 петли дошли до поворотной она у нас будет 1 и плюс еще одна петля то есть две петли в этом ряду мы прибавили а следующую петельку делаю поворотный и так продолжаем вязать прибавляя в каждом ряду по две петли пока не дойдем до центральных двух петель сверху носочка довязываю лицевой ряд двойная плюс еще одна и вот у меня осталось две центральные петли я еще раз провяжу поворотную за одну из этих двух поворачиваюсь на изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями до последней петли и так вот провязываю двойную петлю плюс 1 и вот эта последняя петелька она помечена маркером из нее делаю поворотную все разворачиваюсь на лицевой ряд и провязываю по кругу все 32 петли лицевыми последняя двойная петелька в конце ряда и так пяточка полностью готова дальше мы будем вязать манжету весь следующий ряд вяжем изнаночными петлями вот тут у нас начале ряда была двойная и и провязываем подцепляем две ниточки 2 петельки провязываем изнаночной и вяжем по кругу все петли изнаночными ряд изнаночных провязан в следующем ряду нам нужно удвоить все петли удваивать петли я буду так провязываю петельку за переднюю стенку за заднюю стенку снимаю со спицы сначала провязываю за переднюю затем за заднюю снимаю петлю со спицы и так нужно удвоить каждую петельку все петли удвоены теперь у нас их два раза больше далее мы будем вязать полу резинкой вязать будем так первый ряд первую провязываем как лицевую вторую рабочую нить вперед и переснимаем не провязывая как изнаночную следующую петлю провязываем как лицевую следующую переснимаем рабочая нить вперед переснимаем как изнаночную лицевую провязываем следующую переснимаем как изнаночную и так до конца ряда второй ряд полой резинки лицевую будем снимать нить за работой а изнаночную провязывать лицевую переснимаем не провязывая изнаночную провязываем и так до конца ряда довяжите этот второй ряд а затем еще 3 4 провяжите самостоятельно 3 4 ряд вяжем как 1 и 2 в пятом ряду мы провяжем отверстие для шнурка для этого нам нужно поменять местами сначала покажу поменять местами вот эти две лицевые то есть вот эту лицевую нам нужно поменять местами вот с изнаночной нам нужно перенести вот к этой лицевой переснимаю 3 петли изнаночную оставляю на левой спице лицевую подхватываю на правую и возвращаю на левую спицу вот у нас теперь в начале ряда 2 лицевые разворачиваю их провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку это пятый нечетный ряд значит в этом ряду мы лицевые провязываем изнаночные переснимаем переснимаем первую изнаночную затем накид накид придерживаем и переснимаем вторую изнаночную вот так дальше уже вяжем как и вязали лицевые провязываем изнаночные переснимаем и так вяжем до последних четырех петель не довязала 4 петли до конца ряда вот я пересняла изнаночную теперь мне нужно вот эту изнаночную поменять местами вот эту лицевую с этой изнаночной переснимаю две петли лицевую петлю оставляю на левой спице изнаночную петлю на правой и возвращаю на левую спицу и так у нас получилось изнаночная лицевая лицевая изнаночная вот эту изнаночную мы пересняли накид придерживаем изнаночную переснимаем и теперь нам нужно провязать вот эти две лицевые петли вместе провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку и осталось переснять изнаночную следующий ряд 6 четный значит мы лицевые переснимаем а изнаночные провязываем следующая петля это накид мы ее переснимаем как лицевую дальше изнаночную провязываем лицевую переснимаем и так до конца ряда изнаночную провязываем дальше накид переснимаем как лицевую изнаночную провязываем лицевую переснимаем и последнюю изнаночную провязываем дальше 7 8 9 10 ряд провяжите самостоятельно как по как первые 4 ряда полой то есть седьмой ряд лицевую провязываем изнаночную переснимаем восьмой ряд лицевую переснимаем изнаночную провязываем и так далее провяжите эти четыре ряда самостоятельно еще четыре ряда полой резинки провязана следующий одиннадцатый ряд как мы вначале удваивали петли то теперь их нужно сократить я петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку и так сокращаем петли до конца ряда вернули все как было 12 ряд закрываем петли я петли разворачивать не буду просто как есть за заднюю стенку провязываю 2 вместе лицевой и и возвращаю петельку на левую спицу снова провязываю 2 вместе лицевой и получившуюся петлю возвращаю на левую спицу и так закрываю все петли закрыла все петли но у нас остался вот такой некрасивый стык его тоже нужно спрятать я буду прятать крючком ввожу крючок в центр последней лицевой петли все ниточку отрезаю а хвостик прячу на изнаночной стороне и на сегодня у меня все пинетки носочки готовы если вам понравился данный мастер класс не скупитесь на лайки ровных вам петелек всем добра